Время центра России, прогностического центра метео, вас познакомлю я, Ольга Паршина. Якутия из холодной весны сразу оказалась в жарком лете и позиций своих сдавать не намерена. Здесь плюс 20. Но на юге материка начнутся дожди и в Хабаровске похолодает до плюс 20. Во Владивостоке тоже с дождем и всего 17. В Сибири пока температура отстает от нормы. Впрочем, лето пытается наверстать. Календарь и в Иркутске до плюс 15 и с короткими дождями. В Новосибирске в ночные часы плюс 7, днем 16. А на Урал дотянулся облака. А и в Екатеринбурге уже вполне летние плюс 20. И на севере европейской территории держится жаркая июльская погода. В Архангельске плюс 26, но начнутся дожди. На Балтийском побережье становится прохладнее. В Калининграде будет лить весь день и максимум плюс 18. В центре и в Черноземье после небольшой паузы столбики термометров снова стремятся вверх. В Ярославле 28, в Воронеже 31. И каждый день будут лить грозовые дожди. В Поволжье тоже не обойдется без дождей, но они будут короткими. В Нижнем Новгороде 24, в Казани тоже плюс 23. Ночи уже теплые, плюс 15. В низовьях Дона палящее солнце. В Ростове-на-Дону около 30 градусов. И в Крыму без осадков. В Севастополе 24, ну а в Сочи сдержанные 23. В Петербурге завтра дождь, гроза и 24. В Москве тоже с грозовыми дождями. Ночью 15, днем воздух прогреется до плюс 27. Зато воздух станет свежее, дожди немного прибьют тополиный пух. Первая рабочая неделя лета начнется с комфортной. Погода будет 26-28 с короткими дождями. И на этом о погоде все. Здравствуйте. О погоде на завтра вам расскажу я, Евгения Неронская. Север Дальнего Востока изрядно раскалился под безоблачным небом антициклона. Область высокого давления не дает продвинуться дальше на восток к холодному атмосферному фронту из Сибири. В воскресенье его свежесть почувствуют только самые западные районы. Например, в Мирном пройдут ливни с грозами и температура упадет на 7-8 градусов. В понедельник непогода придет и в южные районы. Но пока в Забайкалье, в Амурской области и в южных районах Якутии температура штурмует 30-ти градусную отметку. Морские циклоны тем временем взялись охладить прибрежные районы Охотского моря и Татарского пролива. Местами очень заметно. В Николаевске на Амуре с 25-ти похолодает до 12-ти градусов, а в Хабаровске – до 20-ти. В Сибирь лето не торопится. Температура пока ниже нормы. В Иркутской области дожди, грозы. В Западнее тоже осадков не избежать. В Новосибирской, Кемеровской областях небольшие дожди. В Томской области дожди еще могут пройти в перемешку с мокрым снегом. На Алтае грозы. А вот в Омской и на юге Тюменской областей и на Урале уже преимущественно без осадков, облаков мало, температура понемногу растет. По другую сторону Уральского хребта погода чересчур жаркая для начала лета, но в прогнозе сильные дожди. Они немного охладят пыл. Например, в Саратове в субботу до плюс 32-ти, а в понедельник температура может упасть до плюс 20-ти. На юге осадков тоже все меньше и меньше, только на Северном Кавказе еще остаются отдельные очаги дождей. Не исключенный град. В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края облаков мало, но пока не жарко – 23-25. До 22 градусов падает температура и на берегах Балтийского моря, но у нее есть на то причина – это циклон из Европы. По всему северо-западу грозовые дожди, местами с паровистым ветром. В скором времени непогода доберется и до центрального региона. В Петербурге завтра около плюс 25. Дожди, грозы, даже град. В Москве 28 и тоже гроза. О погоде на завтра. Здравствуйте, европейская территория России. Обнадеживающие новости для тех в средней полосе, кто уже изнывает от жары. Более прохладный воздух сейчас за нашими западными границами. Там его закручивают циклон внушительных размеров. Вот оттуда к нам прохлада и повеет. Если сегодня облака и дожди слишком уж эпизодические, то завтра, когда западный циклон на нас сильнее насядет, будет больше шансов у грозовых дождей с порывистым ветром. Но это совсем не значит, что жара сразу же ослабеет. В самом центре теперь влажное пекло, тропическая погода. Только в понедельник станет прохладнее градусов на 5. Но на северо-западе этот процесс начнется уже завтра. А в понедельник температура там станет совсем комфортной. Плюс 22-25. По Волжье дальше от этих перестановок. Там в Кирове и Ижевске завтра 25-27. А на средней Волге до 32. Дожди могут быть сильными. Такие на время своего присутствия могут снижать температуру градусов на 10. Но это северная погодная картина. Дожди по приграничным районам. В Мурманской области плюс 11-16. При этом в Карелии, в Архангельской области 23-26. А в Сыктывкаре 28. На юге осадков будет меньше. Отдельные сильные дожди с градом по-прежнему в штормовых предупреждениях для горных районов. Днем в основном 28-30. Летний режим включился. Только в Сочи всего плюс 23. В Петербурге завтра 28. Большой вероятностью ливни и грады. В Москве 28. И грозовое положение в начале следующей недели немного прохладнее. Редактор субтитров А.Семкин